На репортере колонка редактора я по-прежнему Виталий Хемий. Сегодня мы подводим итоги Олимпиады. Я хотел записать промежуточный выпуск неделю назад, но специально сделал паузу. Если бы я паузу не делал, то наша встреча неделю назад получилась бы максимально в негативных тонах. Ситуация немного улучшилась. Когда вы смотрите эту колонку, вы уже знаете итоговое место Олимпийской сборной Украины в медальном зачете. Мы записываемся за полтора-два дня до окончания, но уже основные выводы можно сделать. По итогам игр, на мой взгляд, Национальный Олимпийский комитет Украины должна ожидать перезагрузка. Чем быстрее, тем лучше. Уважаемые люди в своих креслах, откровенно говоря, засиделись. Не только результаты, да, вот сухая статистика, не только результаты говорят о том, что нужны перемены. Нужны перемены не только в ног, нужны перемены в отдельных спортивных федерациях. Слушайте комментарии, посмотрите на эмоции спортсменов, которые по тем или иным причинам не смогли завоевать медали. Легкая атлетика, спортивная гимнастика, дзюдо. Те федерации, руководство которых в первую очередь должно положить партбилет на стол на предыдущих Олимпиадах в этих дисциплинах. Да, они не считались полностью украинскими, но неужели так трудно было подготовить, собрать нормальную боеспособную команду по той же легкой атлетике, по гимнастике, по дзюдо, по вольной борьбе. При всем при этом условия в Украине для того, чтобы заниматься на каком-то начальном этапе есть или нет на самом деле? Или все это только на бумаге? Мы много говорим о том, что олимпийские достижения, олимпийский спорт, спорт высших достижений, он начинается с Дю США. Отчасти это правильно, но Дю США отвечает за подготовку физически крепких молодых людей, мальчиков, девочек, юношей и так далее. Но для того, чтобы идти в спорт высоких серьезных достижений, нужно жертвовать, жертвовать временем, здоровьем. Профессиональный спорт, хотя любительский бокс не называется профессиональным, но поверьте мне, там могут по колечке лишить здоровья не хуже, чем в настоящем профессиональном. Так вот, профессиональный спорт, он очень дорого стоит, дорого обходится, речь не только про деньги. Кто готов идти на эти жертвы, тот идет дальше. Тому помогает государство, или он находит спонсоров и занимается сам. Но так или иначе, конечный результат, желаемый конечный результат, он один. Это олимпийская медаль, флаг Украины, которая поднимается. Не имеет значения, там первое, второе, третье место, олимпийская медаль, она бесценна. Нет смысла в наших реалиях делить там на золото, серебро, бронзу первое, второе, третье место. Некоторые спортивные федерации на этом олимпийском турнире оказались, в общем-то, частично спасены за счет индивидуальных вспышек некоторых спортсменов. Например, тот же дзюдо, который я уже раскритиковал, не может на своих плечах вытащить Дарья Белодет. Точно так же мы говорим о плавании. Не может один Михаил Романчук, обладатель серебряной и бронзовых медалей, вытащить на себе все украинское плавание. Вы вдумайтесь, во второй по величине стране в Европе дефицит олимпийских бассейнов. Уроженец города ровно, начинал тренироваться в 25-метровом бассейне, но основная подготовка у него была где? В Турции. А еще раньше Михаилу предлагали сменить гражданство. Таких примеров много. Или та же легкая атлетика. Вроде бы открываются какие-то комплексы, проводятся ремонты, руководство страны заявляет о так называемых магнитах. Но это все, если для развития спорта, то скорее всего такого, аматорского, детского. Но что-то вот требовать, да, от наших спортсменов и при этом не строить там полноценные 50-метровые бассейны, не усовершенствовать легкоатлетические комплексы, а та же спортивная гимнастика, в каких условиях занимаются в нашей области, в нашем регионе. Помните, несколько лет назад и дети, и родители, и тренеры штурмовали мэрию, было администрацию, просили хоть что-то сделать. Результат налицо. Сборная Украины впервые за десятилетия независимости покинула, да, Олимпиаду без единой медали по спортивной гимнастике. Таких дисциплин много. Олимпиада это все-таки не только спорт, это не только быстрее, выше, сильнее. Это мудрее, хитрее, предприимчивее, богаче, если хотите. Это часть большой политики. На этих Олимпийских играх дебютировало множество видов спорта, которые трудно считать спортивными дисциплинами, но тем не менее, так решил Международный Олимпийский комитет, и Украина почему-то этот вызов не приняла. Неужели так трудно было собрать достойную сборную по скейтбордингу? Вы видите огромное количество молодежи, которые и тогда, и сейчас, и в будущем будут обязательно кататься на скейтах. Олимпийским чемпионом и в мужском, и в женском разрядах по 13 лет. Второй показательный вид спорта это скалолазание. Кстати, ничего против не имею, тоже отношение к активности, к физическому воспитанию, к здоровому образу жизни. У нас нет подходящих скалодромов, есть или нет, это не риторический вопрос. Но если Украина не смогла собрать спортсменов, которые смогли бы завоевать олимпийские лицензии, значит у нас нет условий для занятий этой олимпийской дисциплиной. Я жду, что головы, ну ладно, кто и такой, я всего лишь журналист, кто и такой, чтобы ждать, что полетят головы, но серьезная перезагрузка в отдельных спортивных федерациях нужна. Я их уже перечислял, еще и почему нужна. Ну тут вопросы уже к Национальному Олимпийскому комитету, к Министерству спорта. У нас некоторые виды спорта, которые имеют олимпийские победные традиции, по-прежнему финансируются по остаточному принципу. Финансовое распределение тоже большой вопрос. Я не знаю, кто должен работать. НАБУ, САП, какие-то КРУ. Но, ребята, давайте подумаем над перераспределением денег. Почему одним федерациям все? И они ничего не привозят, а другим ничего? Они хотя бы пытаются, не, извините, позорятся на рингах, татами, коврах и прочих спортивных площадках. Я уж не буду называть эти дисциплины, вы понимаете о ком и о чем я. Но чем все закончится? Я сделаю неутешительный прогноз. Спортсмена встретят, их поблагодарят, скажут, что вы молодцы, вы завоевали больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро их было 11, а в пятницу по состоянию вот на то время, когда мы записываемся, их уже на несколько больше. Но это обманчивое, это все обманчивое явление. Мы не должны и не можем спокойно смотреть за тем, как страна, у которой есть возможности развития различных олимпийских дисциплин. В итоге, ну, на самом деле, если бы, опять-таки, не индивидуальные озарения Дарьи Белодет, Жанны Белюнюка, низкий поклон и благодарность, Анжелике Тирлюге, Михаила Романчука. Так вот, если бы не их индивидуальные вспышки, их труд, это был бы полный, полнейший провал. И еще важный момент. К сожалению, основной, главный, центральный транслятор олимпийских игр в нашей стране эту олимпиаду провалил синхронно со спортсменами. Я не очень понимаю и с трудом принимаю, когда у нас спортивные федерации, которые, в общем-то, доказывали, что они могут себя проявить, спонсируются так себе. Но когда главный транслятор игр не может купить картинку из Японии, которая бы транслировала выступления наших спортсменов в прямом эфире, у меня вопрос. Зачем нам такой транслятор, зачем нам такая олимпиада? Сколько было случаев, когда наш спортсмен сражается за выход в полуфинал, было-то фехтование с Игорем Брэйзлиным, или в той же борьбе два наших борца греко-римского стиля сражаются за выход в полуфинал, и ни одна схватка не показывается в прямом эфире. На сайте основного транслятора есть три экрана, можно выбирать, и ни один из них не показывает медальные дисциплины. Олимпиада, летняя олимпиада, раз в четыре года. В условиях пандемии спортсмены сражаются раз в пять лет. Ну, понятно, что это такой экстренный случай, это ЧП. И тем не менее, не подготовиться к освещению олимпийских игр, и при этом говорить, что мы сделали все, что могли, но это что-то у японцев не так пошло сигналом. Да нет, ребят, это не у японцев, это вы сэкономили на приобретении нормальной, полноценной картинки, когда вы могли бы выбирать, показывать наших соотечественников или нет. Пустая экономия на пакете услуг, знаете, когда вам тот или иной провайдер предлагает выбрать пакет услуг, вы с целью, с желанием сэкономить выбираете пакет подешевле. В этом пакете оказались украинские спортсмены, призеры нынешней олимпиады. Спортсменам, которые привезли награды честь и хвала, государство их, конечно, отблагодарит, там звучали астрономические суммы, но эти суммы, скажем так, за вычетом налогов слегка уменьшатся. Все это заслуженные деньги, так и должно быть, но без выводов в руководстве Национального олимпийского комитета, без перезагрузки, без смены главных действующих лиц. На следующую летнюю олимпиаду в нашей стране, наверное, нет смысла ехать и на что-то рассчитывать. Это были пессимистические мысли в колонке редактора. Смотрите репортер, я по-прежнему Виталий Хемий.